И если бы я был китайцем, моим ником на Steam было бы Мао Мурком. Но я не китайц, и мой ник немножко другой. Сейчас мы находимся в городе Саньксаньду, и это столица древнего китайского государства Шейни. Сейчас поздний бронзовый век, может быть начало железного века, и это игра ориентированных триншотов в видео на Steam. Может вызваться впечатление, что Arena of Empires это очередной конверт лор с элементами градостроительного симулятора. На самом деле не совсем так. Итак, это скорее пятая цивилизация с очень продвинутой симуляцией происходящего. И элементы метод лор в плане наема солдат. В какой-то степени боев, хотя бои здесь больше похожи на современные космические симуляторы. И да, как ни странно. Но во всем остальном это пятая старая добрая пятая цивилизация. То есть больших отличий я здесь не вижу. Начнем, пожалуй, с симуляции, поскольку это действительно занятно. Честно говоря, таких подробных стратегий я пока что не видел. То есть сейчас мы находимся действительно в настоящем городе. То есть это не как в третьей цивилизации город внутри мира, где-то там, собственно, отдельно в какой-то вкладке. А этот город, он находится прямо на глобальной карте. То есть мы можем увеличить вплоть до великой карты, большой карты, и тут же приблизиться и посмотреть, что здесь происходит. Конечно, люди здесь никуда не ходят, они просто стоят, зевают, покашливают. С другой стороны, опять же, давно такого не видел, чтобы в городе отображались все построенные в нем здания. То есть, например, вот это горшечная мастерская, это рынок, это зернохранилище. Я следил за тем, как это здание строится, и помню момент, когда город менялся. Вот это, кстати, мастерская лучников и так далее. Это очень круто. Мы можем посмотреть, какие поля у нас обрабатываются, какие поля не обрабатываются. В начале игры, кстати, это очень полезно, когда ты визуально оцениваешь, насколько ты уже освоил территорию. Сейчас здесь весна, да, времена года изменяются, как в World War. Сейчас весенний ход, и мы находимся, скажем так, на юге, тут растут пальмы, розовеет сакура, и, в общем-то, все выглядит так очень безмятежно. Но, на самом деле, все не так хорошо, как может показаться, потому что вон там горят поля, это крестьяне устроили восстание, и жгут теперь здесь сами же поля, которые еще недавно обрабатывали. Так, это что касается симуляции. В плане внешнего вида войск, если посмотреть на них издали, то это почему-то похоже на Total War. Ну, если посмотреть на них вблизи, но, на самом деле, здесь, опять же, больше общего цивилизации. Это по-прежнему гексагональное поле, очень большое. Честно говоря, не знаю, сколько у нас клеток, но оно гигантское. Это Китай и Монголия территориально. Мы также основываем города с помощью поселенцев, развиваем территорию городов, строим здания в городах, и, все самое важное, создаем торговые сети между городами за счет производства определенных товаров внутри городов, а также добычи природных ресурсов, например, меди. В городах можно нанимать войска, а вот войска в игре нанимаются немножко другим способом. Для наема каждого солдата, на самом деле, достаточно одного хода, и за него не надо платить. Солдат здесь требует денежного содержания, но нанимаются они мгновенно и без затрат средств. Единственное, что нанимать их можно раз в определенное время, и есть лимит на содержание, поэтому показать, как их нанимать, я не могу, к сожалению, потому что сейчас здесь идет война. Торговля здесь организована следующим образом. Во-первых, города могут торговать только на определенное количество клеток с другими городами, и деньги мы получаем только в городе, который продает кому-то что-то, то есть исходящая стрелка. Соответственно, для увеличения длины расстояния, на которое мы можем продавать товары, мы строим специальные здания типа портов, рынков и прочего. А для того, чтобы увеличивать количество товаров, которые продаются, мы строим здания, производящие керамику. Local Specialities это какие-то местные товары, не знаю, от чего это зависит. У кого-то они есть, у кого-то нет. Также можно продавать некоторые природные ресурсы типа меди, которые встречаются. Здания можно строить, кстати, несколькими путями. Во-первых, здания можно строить прямо на карте, например, пристани. Пристани, поля, которые, кстати, приносится на доход и рост населения. Также можно там ворвать леса и строить дороги. В чем же дороги, кстати, в игре я так и не разобрался, на самом деле. Ну, не важно. Также здания можно строить в клетках, причем количество... Ну, в клетках города. Причем количество клеток доступных зависит от уровня города. Пока что у меня все города первого уровня. Я пока что не накопил 2000. Не накопил я, потому что у меня все время началась жуткая война. Это системы довольства, то есть здесь есть благородное население и крестьянское население, и у них есть свои уровни как довольности происходящего. Есть различные дикты, которые можно издать один раз или несколько раз за определенную сумму, и они дают разные эффекты, в том числе и на настроение населения. Там от нехватки еды, от слишком частых наборов, войск, от войны, от прочего. От всего зависит довольство и недовольство населения, и происходят бунты. Есть дерево технологий, причем есть четыре разных дерева, которые зависят друг от друга в определенной степени, и они поделены на четыре... на три эры, что интересно. Да, всего на три эры. Для приходов каждой эры нужно платить денежки. Мало просто исследовать все науки. Более того, ты платишь деньги, и у тебя начинается какой-нибудь крестьянский бунт, или еще что-то. Что общего с Total War у этой игры, это то, что у государства здесь есть лидер. Вот он написано, что красная звездочка, и если мы приблизимся к... к этим вот ребятам, то лидера можно даже где-то взглядеть. А, вот он, кстати. Вот это вот мой король. Король у нас... Да, вот этот Зинбэнг-сянг. Непонятно, сколько ему лет, вообще ничего не понятно. Главное, что у него есть персональная властность, которая зависит от числа битв, от того, как глупо он правит, от мудрости правления, от своей прочей вигней. И она суммируется с показателем от власти в государстве в целом, от которого зависит порядок и то, как к тебе относятся. У нас в стране ведет гражданская война, причем сразу на два фронта. В части городов осталось знать, большую часть ее я уже подавил, но вот остался один очаг сопротивления, причем очень сильный. Причем эти товарищи, они еще и стены пытались построить. Срочно была захолустная деревня, но они сами превратили, если не сказать, в процветающий, но, по крайней мере, в хорошо защищенный город. Я его осаждаю, причем меньшими войсками. Так что боюсь, ничего хорошего не произойдет здесь. Другой город из-под тишка захватили мои соседи, то есть здесь было восстание, а соседи взяли и его освободили. Ну, в общем, как в цивилизации. Честно говоря, я не представляю, что в реальной жизни ты мог захватить город, который принадлежал ранее твоему приятелю-монарху, а потом там было восстание, а потом ты перебил восставших, и просил город своей империи. Как-то так не делаются дела. А вот в Шенгду восстали крестьяне, причем эти крестьяне объявили создание своего собственного крестьянского государства с красным глазом и, в общем, сдаваться, пока не собираются. Так, теперь давайте посмотрим перетимать юнит на клетку с врагом. Даже встретиться на одной клетке с ним. Все приказы отдаются в процессе хода. Стены еще не сломать. Ну ладно, будем биться под стенами вот с этим вот отрядом. Отдав приказы... Отдав приказы солдатам... Отдав приказы солдатам, можно нажать на кнопку пропуска хода. Ну и теперь побеждаешь, что технологии не исследуются. Пусть вот это исследуется. И смотрим, что происходит. Так, вот здесь у нас сейчас будет первый бой. А, нет, первый бой вот здесь. Солдатами я управлять не могу. То есть, они просто ходят самостоятельно врежут друга в зависимости от своих солдатских слов. Выглядит это не так зрелищно, как в современных Тотловорах. Скорее похоже на Митивалд 2. Дорога интересная здесь. Для борьбы против Кракха. Ну а сейчас почему я проиграю? Бету. Хотя кто знает. Короли здесь это очень мощные юниты. Так, пока мы здесь смотрели ту битву, здесь случилась еще одна битва, в которой, естественно, я выиграю, потому что я громлю каких-то воровых крестьян. Обратите внимание, что все это происходит на том же регеровом поле. То есть, вот там добиться горшечная мастерская моей столицы. То есть, вот этот город никуда он не делся, он здесь. Ну, там мужики форсируют реку. пехом. И это, конечно, забавно, то есть, во многом этого не хватало цивилизации. Ну, лично мне не хватало цивилизации. Просмотр боя можно ускорить. может, даже какую-то ачивку получил. Да, смотрите, я выиграл бой под стенами, но город не захватил. Началось лето. Ой. О, смотрите-ка, вот и дипломатия подъехала. Причем, это дружелюбно настроенные ко мне повстанцы, дворяне моей же собственной фракции, которые мне предлагают мир. То есть, я могу с ними замириться, а не воевать всю жизнь, и, по сути, у меня вот образовалось еще одно государство. Даже не знаю, принять мир или нет. По сути, я вряд ли смогу взять штурм и город. Даже, скорее всего, согласимся. Интересно, что когда-то я воевал с своим соседом, вот этим вот, не помню, как они называются, короче, какими-то еще китайцами. И я, естественно, победил. То есть, я у них захватил пару городов, один город, вот этот вот, Дзянь-Дзянь, и довольно сильно их потрепал, хотя напали на меня они. Помню, что виноваты они, и то, что они проиграли, ну, как бы войну начали и войну проиграли, этот чувак, теперь каждый раз, когда предлагает мне договоры, в случае договор о дружбе, какие-то там торговые соглашения, он всегда мне дает деньги. То есть, в цивилизации всегда к тебе относились как, господи. А, ну, пожалуйста, пока я с вами вязь сточил, у меня в столице произошло восстание крестьянское. То есть, моего государства по сути теперь нет. Вот, пока я снимал видос, моя страна развалилась и впала в пучину восстание. Сандеры, я уверен, что, ну, я оптимист, я уверен, что через пару ходов я восстановлю порядок в стране, но это будет уже другая история. Ладно, пожалуй, пора завязывать. Игра, кстати, очень хорошая, я просто был ленит писать отзыв и хотел записать про нее какой-нибудь видос. Честно сказать, я думал снять что-нибудь стебное, там, пройти китайцев, которые в полях роются, но игра правда клевая. Ну да, ладненько, пока.